Однажды появился смартфон, и вместе с этим смартфоном была придумана первая смартфонная игра. На самом деле я не знаю, какая игра была придумана первой, честно говоря. Могу на этот счет узнать, почитать кое-какую литературу, но сегодня речь не об этом, а о том, что да, да, мобильные игры они состоялись. Еще совсем недавно, несколько лет назад, я достаточно скептически относился к тому факту, что мобильная игра вообще будет что-то из себя представлять такое, знаете, классное, хорошее. Было очевидно, что к этому идет, но я не думал, что когда-нибудь наступит такой момент, что игра в смартфоне сможет хоть каплю потеснить игровые приставки. Я думал так раньше, что Xbox, Sony Playstation, платформа игровая на ПК, они будут развиваться семимильными шагами и не допустят того, что мобильные игры, мобильные процессоры, мобильные видеокарты, они станут хоть как-то приближаться по мощности, по своим характеристикам и параметрам к мобильным вот этим вот мини-видеокарточкам, мини-процессорам. Я не мог такого подумать, что Intel, AMD, Nvidia и прочие компании, которые развивают различного плана hardware, они действительно просядут. Просядут в плане выпуска новых новинок, вывода новых инновационных решений на рынок. И это странно, знаете, потому что смартфонные процессоры, они, на мой взгляд, развиваются быстрее, чем это делают мастодонты рынка AMD и Intel. И в связи с этой обстановкой, этим обстоятельством, конечно же, производители различного сонта, в том числе игр, они не могут не воспользоваться таким вот главенствующим положением вещей, где смартфон занял самое первое место по распространению среди людей по всей планете. В этой связи совершенно непонятно, что будут делать дальше Intel и AMD. Ведь процессоры, как десктопные, так и процессоры для ноутбуков, их стали меньше покупать. То есть востребованность их падает, падает и падает из года в год. Еще вот и кризис ударил по этому явлению, но не по смартфонной индустрии. Мне кажется, что смартфонная индустрия избежит мировой кризис, который был вызван пандемией коронавируса, с наименьшими потерями. В то время как процессоры Intel, AMD, видеокарты, они потеряют намного больше. Еще до кризиса у них уже было не самое лучшее положение на рынке. А сейчас, мне кажется, что еще станет хуже. Да, конечно, AMD вывел на рынок новое поколение процессоров. И, о да, хвала ему за это. Аплодисменты. Но почему это происходило так долго? Очень долго. В общем, друзья, наверное, все же, если так дела будут продолжаться в дальнейшем, то мне кажется, что мобильная игра вообще, она выйдет когда-нибудь на совершенно иной уровень. И по мере того, как это отставание будет все меньше и меньше между мобильными процессорами для мобильных телефонов на архитектуре ARM и процессорами традиционными, классическими, мне кажется, что вообще производители игр различной компании, они будут склоняться именно к мобильным платформам, к адаптации своих игр на мобильные платформы, на мобильные какие-то вот такие вот девайсы. Может, кроме смартфона еще что-нибудь будет изобретено. И мне кажется, что джойстик вполне можно прилепить к смартфону. Если на клавиатуре играть неудобно, то джойстик вполне можно туда приделать. Кроме того, в смартфонах могут развиваться различного плана фишки типа проекции на экран, что мы уже наблюдали в некоторых моделях телефонов. Когда смартфон встроен проектор, и вы можете транслировать картинку на стену. И таким образом, вам не нужен ни телевизор, вам не нужна ни игровая приставка, вам всего лишь понадобится джойстик, который будет подключаться к смартфону непосредственно. И все. Ну, можно еще прикупить экран, который будет вешаться на стену и улучшать ваше качество изображения, которое будет транслироваться с проектора телефона. Вот. Почему бы нет? Зачем нужна будет игровая консоль, PlayStation 5, Xbox, которая выходит так редко, в то время, когда смартфоны выходят намного-намного быстрее, и отставание все сокращается и сокращается в плане производительности. Сейчас лучшие мобильные процессоры, они так уж сильно отстали от PlayStation 5, вот честно говоря. Да, отставание, конечно же, еще пока значительно, но оно намного меньше, чем это было 5 лет назад. Понимаете? Чем 6 лет назад между аналогичными процессорами, десктопными. Поэтому интересно за этим наблюдать, за развитием событий, как это все будет происходить. Я думаю, что будущее для любителей именно смартфонных игр, оно намного радужнее, чем для любителей игр на игровых приставках. Вот. Всем спасибо за внимание, не забудьте подписываться. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!